Как говорил Александр Ильич Ширин, маленькие телевизионные хитрости. Сделали вид, что вы до этого не общались, и то, что друг друга увидели. Я в каком-то фильме, по-моему, первый раз увидел. Вот о чем мы говорили-то до эфира, о смысле жизни. Испугали как мгновенно. О смысле, господи, сумасшедшие. Вот смысл жизни, известное вот это для мужчины, там, посади дерево, дом, бла-бла-бла. Вот насчет детей. Вот дети у Хотиненко, это ведь не только его дети, это его ученики, правильно? Даже я бы так сказал. Мои собственные дети уже, в общем, взрослые достаточно. И как-то так уже у них определилось что-то. Они могут существовать и сами. Слава Богу, не забывают про отца. В общем, у меня дети, я их детьми называю, это не для красивости, довольно естественно. Это мои ученики, которых уже много. Это, конечно, моя головная боль, и, может быть, одна из основных проблем и забот, которыми я сегодня живу. Потому что я уже вот долгое время на каждом углу, как городской сумасшедший, кричал, надо запустить как можно больше дебютов. Нужно запустить как можно больше дебютов. Это пока, по моему глубочайшему убеждению, единственный способ преодолеть вот этот возникший конфликт между киноаудиторией нашей. А он есть такой конфликт? Он чудовищный. Это просто война. У нас киноаудитория, загляните в интернет, у нас кино еще не появилось наше, а его уже ненавидят. Вот что-то случилось, сломался какой-то механизм взаимодействия. Но есть идея, откуда генезис вот этой неприязни и дисмекразии? Я не возьму на себя смелость назвать полный диагноз, но что-то есть. Ну, хорошо, а когда это стало очевидно? Ну, это постепенно нарастало, нарастало, и совершенно очевидно стало последние лет пять. Это превратилось просто практически в войну. Превратилось в войну. Вот. И поэтому я и предложил, давайте попробуем молодых, вот то именно поколение. Потому что выросло новое поколение, у которого по ряду причин немножко другие ценности, другие ориентиры. Мы будем говорить, да у всех одни ориентиры, но нет, на самом деле нет. Это вообще не идет о новом киноязыке, а идет о чем-то вот таком... Нет, нет, нет. Идет об реперных точках, смысловых вещах. То есть поиске смысла. Потому что для них почти уже пустой звук, что у нас было великое кино, понимаешь? А у нас было советское кино, это великое кино. Он мусульманин, великое кино, 95-го года. Ну, я уж не понимаю, великий режиссер и великое кино. И вот самое печальное, что вот эта страница, как бы эта книга закрылась, и она не подпитывает дальнейшее, потому что выросло новое поколение, совершенно с другими ценностями. Возьму даже смелость на себя сказать, совершенно другими. Вот. И мостик не выстроился между этими. Между... Старое поколение снимали свое кино, со своими принципами, а зритель-то вы уже совсем другой, тем более в кино у нас ходит молодой зритель в основном. То есть это во всем мире более-менее так, но у нас тем более. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельник по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельник по четверг в 20.30 на телеканале Москва 26.30 на телеканале Москва 23.90 на телеканале Москва 23.30 на телеканале Москва 34. Regarding ее Hanım,